здравствуйте на портале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы и вот один из вопросов который поступил к нам звучит очень просто и конкретно как относиться к предательству друга вопрос высшей степени практически потому что к сожалению так или иначе многие из нас в этой жизни переживают факт предательства и не однажды когда наши близкие люди как в этом вопросе друзья в том или ином деле да или вообще в целом предают нас как нам с этим быть что нам с этим делать священное писание в общем дает нам однозначный ответ по поводу того как нам внутри себя пережить предательство и как нам к этому внутри себя духовно относиться в частности пишет об этом апостол и евангелист лука который передает нам слова самого господа господь говорит если согрешит против тебя брат твой выговори ему и если покаяться прости ему если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратиться и скажет каюсь прости ему вот такая заповедь данная нам спасителям прощать тех кто согрешит против нас что это значит в практическом смысле вообще вопрос прощения он конечно является одним из центральных вопросов для нас и здесь важно понимать что прощение это значит что ты не держишь на согрешившего против тебя зла ты не желаешь ему не только вечной погибели но и каких-то неприятностей каких-то ситуаций в этой жизни ты не желаешь ему отомстить не только не мстишь но и не желаешь ему отомстить сделать это непросто особенно если его предательство поступок причинил вам сильную боль если он разрушил ваши планы если он оказался на стороне ваших противников сделать это непросто есть одна волшебная молитва который помогает простить звучит она примерно следующим образом господи пусть твоя любовь будет между нами то есть надо обратиться к образу господа нашего иисуса христа и просить его чтобы его любовь его милость была между вами чтобы никаких негативных чувств чтобы никаких помыслов вместе вы не испытывали но кроме вашего внутреннего духовного состояния с которым ну по крайней мере теоретически все понятно господь прямо говорит что человека согрешающего против тебя необходимо прощать столько сколько он будет согрешать он согрешает а ты прощаешь он снова согрешает а ты снова прощаешь кроме прощения как внутреннего состояния есть еще практическая сторона жизни а что делать в практическом смысле с человеком который тебя предает здесь у нас в общем есть тоже два варианта первый вариант если от его предательства страдаете только вы и больше никто то есть вот только вы и он есть как будто в этом мире и его предательство влияет на вас на вашу жизнь то есть здесь вы можете избрать путь христианского смирения вы можете решить что как говорили наши бабушки и дедушки бог терпел и нам велел вы можете терпеть от такого человека и предательство и поношение и злословие и какие-то конкретные вообще вещи вплоть до нападения и даже предание вас смерти вы можете избрать добровольный путь такого страдальчества решив уподобиться в этом святым и самому господу если же в этой жизни предательство этого человека влияет не только на вас но влияет на других людей особенно в той ситуации когда от вашего решения положения и состояния этих людей будет зависеть ну например вы вместе идете в разведку или вы вместе являетесь сотрудниками какого-то или членами какого-то организма рабочего или семейного вот когда от поведения этого человека начинают так или иначе страдать другие люди в этой ситуации вы несмотря на то что как господь нам сказал должны простить его я надеюсь сумеете сделать этот духовный шаг поместить любовь божью между вами и не держать на него зла в практическом смысле вы должны сделать все соответствующие выводы не брать его в собой в следующую разведку ясо от его поведения пострадали люди если кто-то погиб если задание не было выполнено уволить его из вашего дружного трудового коллектива если его поведение разрушает отношения между людьми и также не приводит к конечному результату отстранить его от общения со своей семьей если только это возможно по если это не маленький мы сейчас говорим о друге взрослом человеке не о несовершеннолетних детях вот то есть мы должны каким-то образом постараться в практическом плане минимизировать отрицательные последствия действий этого человека по крайней мере на тех людей которые зависят от вас и от вашего решения и вот поведения этого человека а если вы еще находитесь при исполнении соответствующих обязанностей например являетесь сотрудником правоохранительных органов вот то вы обязаны будете в этой ситуации сделать все необходимые юридические процедуры для того чтобы если ищут например о серьезном преступлении вот или даже административном правонарушении или еще каких-то вещах нарушающих например законность то в этой ситуации вы должны власть свою применить таким образом чтобы минимизировать последствия плохих действий данного человека но еще раз хочу повторить если это касается вас лично то вы можете избрать если у вас хватит на это духовных сил духовной крепости молитвенности вера в господа нашего иисуса христа то вы можете избрать путь потерпеть